жив господь слава господи драгоценная церковь присаживайтесь пожалуйста и я очень рад сегодня быть с вами вы знаете когда вот сегодня мы пели служили максим выходил говорить слово и я сидя сидя здесь слушая размышляя я понимал насколько я благословили благословлен в том что я здесь сегодня вы знаете я сам родился и беларуси вырос беларуси однажды бог взял меня и он повел в россию служить и я просто вспоминаю какой я там был и понимаешь что блага то что я здесь нахожусь вспоминаю олега васильевича игры господь я благодарю понимаю что здесь в этой церкви посреди этих служителей под руководством старшего пастора я понимаю что я буду расти дальше это место где бог меня будет растить изменять преображать и я вижу уже те процессы которые они происходят во мне вот за эти годы я очень благодарен господа за то что вот именно нахожусь среди служителей с которыми общаюсь с которыми молюсь в глаза которых смотрю который меня обнимает который меня воодушевляет который горят молодец служи дальше я я говорю я думаю олега васильевич и многие из вас скажут об этом понимаю что действительно так мы благословлены тем что он служит нам что бог дал нам вот этот дар потому что через него приходит благодать нашу жизнь мы сегодня черпали благодать от каждого максим выходил служили левиты мы вместе и вот эта благодать каждого она имеет вот эта часть в нашей жизни каждого из нас и мы через это черпая вот эту благодать от каждого укрепляемся усиливаемся верим надеемся уповаем и идем за христом и наша цель она впереди и мы дойдем до нее благодаря тому что бог поставил каждого из этих людей рядом с нами чтобы вовремя тебя поддержать может быть в рай вовремя тебя отдернуть может где-то вовремя тебе что-то дать чтобы ты дальше шел чтобы ты двигался и не унывал и не опускал рук своих потому что так часто бывает да какая-то ситуация произошла руки опустили все тоже ничего не можешь ты уже ничего не знаешь ты уже говоришь господи вообще да я вообще что я могу и как я могу и наверное особенно проповедники знаете просто каждая проповедь не касса я с другими братьями общаюсь говорю как вот вам легко проповедовать они говорят дорогой слушает ты знаешь такое рождение ребенка так вот горит проповедь каждое это рождение ребенка когда ты молишься и просто она просто рождается в тебе и как наш носишься с этим понимаешь что где-то может она как-то не так звучит вот может не так она для тебя для кого-то но дорогие друзья я поделюсь тем что бог вложил мое сердце потому что тоже молился говорю господи дай мне слово чем я могу могу поделиться с твоим народом детьми твоими чем-то воодушевить поддержать может кого-то это как-то обличит вразумит кого-то а кому-то наоборот руки как это поддержит какое-то воодушевление будет чтобы идти вперед вот но все равно когда мы открываем слово божие понимаю что господь через слово свое он учит нас как детей свой вот есть период такой времени когда у тебя ребенок рождается вот и есть период когда он растет с ним носится его носит его любят целую там за ним ухаживают и многое-много с ним как говорится производит но приходит время когда ребенка надо учить уже более так серьезно хотя когда он и растет мы тоже его где-то там ограничиваем он начинает кричать а мы там не спешим так быстро к нему да он пытается манипулировать разнообразно с нами мы как-то пытаемся это все но приходит время когда уже ты воочию глаза в глаза ты говоришь какие-то вещи ты уже учишь ты наставляешь и даже дисциплинируешь вот слово наказание интересно в писании она в оригинале звучит как дисциплинирование когда говорим мы господь наказывает нас но она так звучит немножко так жестковато кажется так так берем берет но когда дисциплинирует ты понимаешь что дисциплинирование она может быть по-разному выражено вот именно в отношении меня это какие-то ограничения так далее хорошо дорогие сегодня я хочу прочитать такое место не одно место писания будем читать вот у меня есть возможность это вот я служу старшему поколению вот по субботам и вы знаете я прям готовишься и так вот много мест писания хочется и ты вот все это вот так сжимаешь сжимаешь понимаешь что буквально несколько слов и принципе надо заканчивать потому что даже вчера служили я говорю я максимально как я это могу харизматично пытаюсь говорить с ними и смотрю бабушка засыпает засыпает и уснула вот сидят сзади они так смотрят на нее слушаем между собой там вот но я говорю да ничего ну как бы возраст уже я уже делаю поправки говорю дай бог чтобы я в ее возрасте на служение не засыпал но но максимально постараюсь сжимать чтобы ну минимум как бы немного говорить но когда уже в церкви я понимаю что есть возможность почитать побольше потому что мы все-таки настроены на то чтобы поразмышлять поучиться подумать вот именно и что-то принять свое сердце свою в свой дух потому что понимание каких-то вещей которые говорит иисус христос они не просто нами должны услышаться они должны как-то знаете вложиться вот вот есть такой прибор с дисками ну проигрывающий инструмент с дисками и вот когда видишь он включаешь выходит диск да и потом новый диск туда вставляется вот наверное вот что-то подобное происходит с нами когда мы что-то слышим какой-то файл вот так и он должен стать на свое место и тогда он будет в нашей жизни работать он будет тогда мы будем к нему возвращаться мы будем в него заглядывать мы будем на него операции но если он туда не ляжет а как бы так зависнет воздухе он не оказался на нужном месте соответственно он будет бесполезен для меня в моей жизни моем настоящем в цепочке в тех событий жизни которые я прохожу вы знаете когда мы читаем книгу экклесиаста и крисиас он говорит такие слова однажды как бы выслал наблюдай за ногой твой когда идешь в дом божий и будь готов более к слушанию нежели жертвоприношения вот слушание вот я хочу об этом поговорить слушать то есть когда мы приходим в дом божий да мы готовимся пожертвовать поддержать может кем-то пообщаться и многие какие-то другие вещи но экклесиасты когда идешь дом божий будь готов то есть настраивайся чтобы послушать принять и запомнить и как-то сохранить бывает играет кто-то в игру да и не сохранился и вот трагедия получается то есть понимаешь что многие кита вещи они короче ушли безвозвратно не наверстать вот когда мы слушаем приходим бог говорит ценные вещи в нашу жизнь но мы можем то есть не настроившись слушать она просто проходит мимо нас и мы в конце концов пройдя какой-то отрезок жизни мы соприкасаемся с этими вещами своей жизни и нужно было бы вернуться и файл открыть чтобы воспользоваться тем словами тем откровением а его то нету и чек замешательстве порой даже замешательства а уже нужно принимать решение а он не знает как он он как бы мечется и в конце концов бывает что принимать неверные решения которые впоследствии приносит в его жизни определенные последствия вот а бывает что ну как-то интуитивно выбирает правильно если потом говорит слава богу вроде как хорошо вы знаете однажды я прочитал такое выражение некоторые люди не достигают неба не сумев пройти короткое расстояние между головой и сердце я думаю что между головой то есть все таки здесь какой-то смысл имеет вот именно способность человека слышать однажды я в церкви там в кемера когда служил после служения проходя мимо кухни я вот ну там была такая кухня у нас и я проходя мимо я услышал горячий разговор там сестер и я так остановился как это бывает значит знаете пастыря так в сторонке они любят остановиться и понаблюдать я так остановился в дверях и слушаю как бы со стороны разговор и вот сердце настолько воодушевленное они так рассказывают этой женщины она первая походу в церкви было она сидит слушает с такими глазами широкими смотри так на них они такие говорят я понимаю что они от духи святом ей рассказывать первый раз человек пришел церкви они знают и рассказывают рассказывает она так сидит смотрит на некие говорит и вы все такие а я понимаю что она имеет виду находясь со стороны а все смотрите и говорит да говорит и она просто так смотрит не знаю что делать и я я понимаю что мне надо встрять вот в этот разговор и что-то сказать стоп-стоп я говорю я прошу прощения сестры подождите и уже ей говорю послушайте да все хорошо мы такие же как обычные люди мы ходим в школу мы ходим в магазин мы ходим в школу садик и так далее то есть она имела вида то есть то есть вы все такие далекие как бы от жизни как бы не живете а они-то ей от духе святого другие вещи абсолютно и вот их вот именно ее вопрос и их ответ абсолютно в разных плоскостях произошли и из-за этого то есть они ее не слышали и она их не поняла тоже что они имели ввиду и вы знаете то есть в нашей жизни очень важно особенно вы знаете когда вопрос касается взаимоотношений с богом вы знаете бог благословил 10 для нас мы благословлены служителями нашими которые стоят которые опекают нас которые служат нас молитвенники левиты служители домашних групп и так далее пастор начиная со старшего пастора и так далее каждый вот именно несет эту ответственность сердце он желает послужить так чтобы это принесло пользу другому человеку до служители домашних групп они переживают они молятся думают насколько они это могут делать но они делают каждой душе которого ты на приходит кем в домашнюю группа чтобы послужить чтобы это помогло чтобы он устоял чтобы он верил знаете как ему будет блага радостно когда кто-то из них там двигается дальше смотришь его он уже и там служит и там и они смотрят и вот они чувствуют сопричастность вот к этому росту этому возрастанию этого человека а тем более старшему пастору виде как вот именно вокруг него дети божьи то есть братья сестры они служат и вот их его служение она приносит эту благодать радость счастье и он понимает что это радует отца небесного что отец небесно смотрит с небес или среди нас находясь вот именно он радуется виде вот это устройство виде вот именно вот это послушание вот это уважение и так далее и вот именно слышание слышание это один из элементов важных нашей жизни чтобы услышать откровение от господа наставление и порой она дорогие звучит просто когда бог мне дал слово на передать служение в кемерово и переезжать сочи для другого служения я пересекся с одним епископом я не буду всю историю рассказывать ну суть вот и мы ехали с ним какое-то время у нас была общая дорога и он делился со мной историей как бог однажды то есть заговорил с ним у него было несколько церквей которым с нуля начинал служил потом опять начинал это очередное служение где он был полностью погружен вот думая церкви молясь господу думаю развитие церкви и однажды он сидел на кухне с одним служителем то есть пророком американцем он сам украинец эмигрировал в америку то есть вот так и он сидит он за столом общается вы знаете за столом чай пьют и этот брат то есть пророк он говорит слушай бог говорит что ты должен оставить свое служение передать его и войти в другое служение он говорит я просто послушал и пошел дальше потому что говорит я не понял говорит бог так не говорит но в его понимании и поэтому те события которые последовали дальше в его жизни он не рассказывал я понимаю что когда он рассказывал это бог как бы через это бог говорит юра не останавливайся потому что у меня тоже были свои знаете такие волнения господи все вот это переезд там я когда открыл первые фотографии адлера я так посмотрел сказал господь куда в адлер у меня я но то есть не плане того что плохой город говорю господь у меня нет возможности жить в таком городе ну когда же мы открываем фотографии там же настолько все красиво настолько вот шикарно я говорю господь ей это знаете вот подобно когда евреи пришли к обитовой на земле и бог говорит пойдем они отправили разведчиков они пришли рассказали да мы не можем туда войти а почему то там такие воины а там вообще такие города с такими вот заборами там нового этими стенами то есть они просто смутились и что-то было в моей жизни момент он говорит я не услышал бог ему сказал в простоте я просто не услышал ему пришлось пережить те последствия события через которые бог его как бы научил и закрепил его сердце сказать учись слушать меня всегда как бы я не говорил и одна из проповедей олега васильевич он проповедил на тему что бог суть что бог по-разному может тебе говорить вчерашний опыт он не не может сегодня тебе помочь бывают такие ситуации и ты должен быть вот в такой готовности в ожидании и поэтому смотрите когда мы читаем евангелие матфея 13 глава 18 евангелие матфея 13 глава 8 18 и ниже стихи здесь иисус христос описывает значение прича сеятели и вот я не буду всю притчу перечитывать вместе с вами но мы прочитаем давайте вот вот само значение вот он сказал а вот и он сказал ко всякому слушающему слова о царстве и неразумеющему приходит лукавый похищает посеянное в сердце его вот кого означает посеянное при дороге а посеянное на каменистые места означает того кто слышит слово и тотчас радостью принимает его но не имеет себе корня и не постоянен и когда настанет скорбь или гонение за слово тотчас соблазняется соблазняется то есть разуверяется то есть разворачивается фактически и уходит вот именно с той стези который шел дальше а посеянное в тернии означает того кто слышит слово но заботы века сего и обольщения богатства заглушать слово и она бывает бесплодна посеянное же в доброй земле означает слышащего слова и разумеющего который и бывает плодоносен так что иной приносит плод во сто крат и 0 60 и 0 30 посмотрите вот все вот эти вот категория который сказал иисус их объединяет одно одно иисус говорит в каждом случае он говорит кто слышит то есть говорится о людях которые слушают но результат того что они услышали или последствия того семени услышанного ими разный и вот момент который который я хочу как бы с вами порассуждать вот где первое это где иисус говорит что ко всякому слушающему слова о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его вот кого означает посеянное при дороге дорогие я хочу реально и серьезно говорить и если может быть мы как бы допускали что ну как это происходит ну ну не может как бы лукавый там там чего-то меня лишить или тому подобное то читая слова и наставление иисуса христа мы видим направление скажем мысли которые иисус или как бы приоткрывая такую завесу тайну духовных каких-то моментов он говорит что человек который слышит вот и если его сердце подобность утопта на земле и вот это семя лежит как бы на поверхностью то приходит не кто-то не брат не друг не сватом или что он говорит приходит лукавый и похищает это слово он лишает человека этой вот именно этого семени этого слова вот смотрите вот в этом конкретно отрывке стихе мы читаем в самом начале иисус говорит ко всякому то есть всякий подразумевая мужчина женщина белый черный неважно какой-то раз и христианин или какой-то другой человек который иисус говорит слышащий слово о царстве неважно какого ты сословий и высокого рода ли ты может быть христианин или совсем как бы простой человек вот слышащий слово о царстве и не разумеющий не понимающий то есть он как информацию его принял и она как бы в его сердце находится и с такая история когда иисус христос он разговаривал со своими учениками и он га и им сказал кое-что иван где луки 9 44 он говорит вложите вы себе это он с 12 учениками разговаривает и он говорит им такие вещи вложите вы себе в уши слова эти то есть запомните просто сын человеческий будет предан в руки человеческие но они не поняли слова его и она была закрыта от них так что они не постигли его а спросить его о всем слове боялись и когда иисуса взяли и когда иисуса распяли и когда иисус лежит в гробе что происходит с учениками написано что они все плачут и рыдаю почему потому что вот это слово когда иисус говорил заранее о том что произойдет что его возьму что его распут что будет так вот так он будет страдать и мучиться но он горит на третий день воскресну она была закрыта потому что они слушая не слышали его это слово принятое имя они потеряли оно было просто-напросто для них закрыта вот здесь интересно так описывается что она они не поняли его и она была закрыта так что они не постигли его вот она не не было файлом символически говорю файлом не лежало в сердце чтобы придя к этой ситуации сразу обратиться к ней вспомнить слушай так иисус же говорил значится надо ожидать но зато фарисеи помнили они же помните пришли к пилатской слушай этот но они называли обманщиком он же сказал что через три дня воскреснет давай короче что нибудь сделаем чтобы этого не произошло но зато апостола они не помнили иисус им это говорил вот они этого не поняли они не помнили они его не усвоили еще одна ситуация которую тоже хочу напомнить это иоанна 18 глава 37 38 где и описывается такая ситуация где пил когда иисус стоит перед пилатом и пилат ему говорит такие слова и так ты царь пилат спрашивает ну представим иисус стоит он и так ты царь иисус отвечал ты говоришь что я царь я на то родился и на то пришел в мир чтобы свидетельствовать об истине всякий кто от истины слушает голос мой пилат русал что естественно и сказав этого опять вышел к иудеям и сказал я никакой вины не нахожу в нем то есть иисус говорит ему такие вещи такое откровение фактически и этот человек он не слышит его он просто это что естественно и стал и пошел то есть дальше занимаясь своими делами и в нашей жизни могут быть такие ситуации когда бог говорит а мы стоим и говорим а что это и просто-напросто идем и для нас в нашем си в нашей ситуации в этот момент вот это слово она лежит на поверхности которые которые похищают лукавый вы знаете написано что дьявол ходит как рыкащий лев и щакова поглотить но вы знаете друзья он и похититель слова божьего почему потому что евангелие луки по моему написано что вот именно похожее место писания вот именно описание где говорится что он похищает это слово чтобы люди ну не уверовали и не спаслись то есть как дьявол может еще похитить спасение у человека это похитивший слова которое бог дал ему слово откровение слова жизни который человек услышал но он его не понял он не попытался даже понять его и она как бы лежит на поверхности и лукавый он его похищает и уносит и этот человек он остается вне дверей спасения он не выходит царство божие он не спасается еще одно местописание которое которое я хочу прочитать это евангелие луки 8 глава 18 стихом это уже тоже слова иисуса христа 8 18 итак это слова иисуса это не кто-то из апостолов и сам сам иисус эти слова говорит то есть когда мы говорим это слова иисуса это мне кажется еще более весомое такое слово нежели кто-то даже сказал итак иисус говорит наблюдайте как вы слушаете он говорит в тот момент к людям которые ходили за ним за ними ходили толпы вы помните однажды к иисусу сказали слушай но скажи нам прямо ты или сын божий он говорит я вам говорю но вы не слушайте а почему не слушайте потому что вы не из овец моих они говорят ну скажи нам прямо он ведь я говорю и здесь иисус смотрите говорит наблюдайте как вы слушаете дорогие слушайте особенно как вы служб как я слушаю когда я нахожусь в храме божьем когда я прихожу в дом божий потому что здесь господь особенно в том месте он сказал где двое литро и собраны во имя то я там посреди них он здесь он говорит он может говорить во время проповеди абсолютно другие вещи или откровения давать другой теме для тебя сидящего на месте я сам лично сколько раз сижу проповедующий говорит а мне бог дает откровение в других сферах я это понимаю я это как бы сохраняю потом это делюсь аккумулирую в семье иисус говорит как вы слушаете ибо кто имеет способность умеет или имеет способность слушать как бы сохранять это тому дано будет тому еще будет дано а кто не имеет у того отнимется это что он думает ими у того отнимется то есть неспособность слышать что бог говорит она может лишить человека того что человек думает даже я думаю что здесь говорится конкретно о спасении что апостол даже последствия говорят наблюдайте как вы слушаете уголь будьте внимательны к слышанному чтобы что чтобы не отпасть от чего от пастора от церкви чтобы не пасть там по контексту говорится чтобы не пасть о спас от спасения то есть не разувериться помните когда со иисусом иисус говорит о своей плоти и крови и служители там 70 по моему 72 служители которые вот которых иисус который дал силу и власть и направил в те города куда сам хотел идти они одни из они к сидели слушали его они сидели сказали кто может слушать эти слова он говорит если не будете е пить крови мои и не будете есть плоти мы они говорят кто может слушать эти слова и что описано дальше они встали и больше никогда не ходили за ним никогда и в этот момент иисус поворачивается к 12 горит а может и вы тоже хотите отойти они и петр за всех от весел господи куда нам идти ты имеешь глаголы вечной жизни то есть вот эти вещи что я слышу как я слушаю это важно и принципиально лично для меня дорогие лично для каждого потому что есть откровение божье слово которое укрепляет и направлено или сеется в твой дух в твою жизнь твои мысли через братья и сестер просто друг не всегда именно пастора можешь в общении бог говорит твое сердце и тебе нужно услышав это схватиться за него и чтобы она принесла плод как знаете добрая земля в которой посеяна то есть ты принес принес плод какой как бы реакции на это слово когда слово посеяно она принесло то есть это ли послушание то ли какого-то действия то ли какого-то но может тебе надо молиться может тебе надо поститься и так и так далее еще одно место писаний которые я хочу упомянуть его это деяние книга деяния апостолов 1 глава с 5 стиха упоминается история она не сапфире там такая произошла история вы знаете друзья я на старшего в старшем поколении воодушевляю барышек и дедушек говорю дорогие читайте слова вот просто читайте слова многие вещи многие откровения и так далее бог будет говорить вам лично если вы не будете читать слова порой проповедники говоря они 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 концентрируют проповеди это и слыша определенные фразы бог будет из них то есть использовать как семя чтобы развернуть определенные вещи в твоей в твоем сознании в твоем духе чтобы произвести определенную работу укрепить тебя взрастить тебя и направить и совершить свой труд через себя впоследствии книга деяния рассказывает историю когда произошла она не сапфира она не сапфира они воодушевились находясь церкви они воодушевились желанием каким они решили продать имущество свое и принести это к ногам апостолов и смотрите что произошло те кто читали знают это хорошо те кто не знает порой я вот я говорю ориентируюсь на тех кто не знают и вот что-то подробно рассказываем что им пришла мысль и они поддавшись этой мысли они согласились с этой мыслью и они принесли только часть то есть в начале бог положил им на сердце определенные вещи сделать они согласились с этим но потом по дороге они изменили свое свое решение и получается согласова солгали и здесь написано что некоторые же муж ими именем она не женой своей сапфирой продав имени утаили из цены утаил из цены сведома жены своей а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов но петр сказал она не я для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать духу святому и утаить из цены земли вы знаете дорогие а воровство она имеет 2 так вот когда пришли и у тебя забрали но воровство еще из другого характера когда пришли и подменили это тоже воровство дьявол не пришел и не украл у него семя принести этот дар богу он пришел и подменил семя его сердце подменил каким не он не приноси все под принеси половину и он вроде бы как пошел вот с откровением но она была подмененном его сознание в его духе и когда он пришел петр говорит зачем ты допустил сатане вложить это в твое сердце понимаете дьявол не только вор ворует уносит но он еще лжец и он вор плане он подми подменяет знаете есть воры которые воруют какие-то драгоценности да они воруют настоящее подкладывают какую-то бижутерию или наоборот картины какие-то вот они под но это есть тоже воровство и в нашем сознании дьявол может и такие вещи проворачивать когда мы имеем слово от господа семя живое которое принесет нашу жизнь благословения но на пути лукавый может быть и таким методом подойти к нашему сердце подменив и ты окажешься пред богом далеко не прав лучше вообще не приходил бы с этим последнее что я хотел сказать эта книга откровением 3 глава 11 стихом где сам сам иисус говорит все гряду скоро держи что имеешь дабы кто не восхитил венца твоего дорогие слышание слышание господа слышание голоса духа святого это принципиально и жизненно важно для каждого из нас и и когда мы его слышим мы как бы держим он способствует нам вот именно держать то спасение ту жизнь вечную то благословение которое касается нашей жизни нашей судьбы наших наших семей нашего пути на и и так далее вот оно содействует нам что мы сохраняем и держим его и поэтому господь он внушает нам он говорит нам он как бы рассеивать это слово в наши души и сердца чтобы укрепляя нас поддерживая нас чтобы мы и шли вперед и поэтому слышать или способность слышать она помогает нам держать то что я имею от господа то благословение ту благодать ту истину ту правду это спасение которому я шаг за шагом приближаюсь потому что один апостол сказал сегодня мы ближе ко спасению нежели вчера мы сегодня ближе к тому что удивительной планете то удивительной земле то удивительному городу иерусалиму а вот где обитает правда где никогда мы не будем болеть где никогда не будем узнать что такое же смерть когда мы будем видеть своих близких родных всегда когда мы будем ходить по этим удивительным прекрасным золотым улицам созерцая бога говорить с богом лицом к лицу уже не смотреть вдаль как сквозь тусклое стекло гадательно но воочию увидев то что ожидало нас когда мы шагали по этой жизни на дороге туда с с верой просирая руки своих богу спасаясь веря может быть спотыкаясь поднимаясь в ног и вновь устремляясь за устремляясь за господом поэтому дорогие друзья о чем мы говорим мы говорим о слышании иисус сказал эти слова которые наблюдайте наблюдайте как вы служите я могу наблюдать за моим братом как слушать арман что ты сегодня так внимательно слушала где-то мы сказать слушай брат ты наверно не внимательно чего-то ты туда но мы не знаем дорогие порой я открываю телефон своего время служения дома кто-нибудь подумает слушай ватсапе на пастора что ты а я в этот момент открываю электронную библию потому что слежу за проповедующим у меня в телефоне библия нелегко нежели бумажную листать я открываю смотрю хуку потому что слово которое приходит вот и смотрю и вот эти слова иисуса наблюдая я открываю следя за мысль то что бог духом святым говорит через служителя через пастор проповедующим порой воспевая господа вместе с левитами бог говорит мое сердце сия ту истинную правду укрепляя меня чтобы я твердо ставил и не сомневался и как важно слышать это держать это надеяться верить и уповать давайте мы встанем иисус мы восхищаемся тобой мы так благословен тем что однажды твоя истина однако стола сердец наш отец наш мы благословены в тем тем что ты открыл нам сына и мы узнав в нем нашего спасителя господь мы протянули руки свои к тебе и ты принял нас как детей ты простил нас как детей своих блуждавших на свои стези блуждавший по своим жизненным обстоятельствам лежавшим может быть свои какие-то яма бед и проблем трудностей и несчастье спасибо тебе дорогой потому что ты извлек нас из этого тенистого болота ты стек нас из этой скалы не спасение и сделал нас наследием твоим сделал нас детьми твои дочерями сыновьями господь любящими тебя благоговеющими пред именем твоим прославляющим тебя и твое царство здесь на земле нося в себе частичку твоего благословенного царства божьего слава тебе господь и хвала и мы просим тебя господь утверждай нас укрепляй и усиливай господь чтобы мы являясь свет вы на этой земле как бегущие на ресталище или на стадионе бегут все но мы бежим чтобы получить мы бежим за этой наградой и мы мечтаем господь мы мечтаем о тех прекрасных удивительных камнях о которых ты будь который ты будешь раздавать победителем господь мы мечтаем и хотим быть столбами в храме твоем там небесно мы хотим чтобы там на нас были надписи имя бога моего имя храма твоего имя иисуса христа новая там господь мы жаждем господь потому что мы знаем это будет удивительно словами не выразить прекрасно отец наш мы молимся за нашу страну и благословляем наш город мы просим наших друзей господь касайся их духом святым касайся наших горожан господь дай господь им принимать слово твое когда мы открываем свои уста и говорим им истину твою мы просим чтобы не сердца были с доброй почвы принимающих евангелие чтобы они пришли стали вместе с нами славить и служить тебе стали вместе с нами поклоняться господь и следовать за тобою и чтобы ты как наш главный пастора начальник господь вел нас ту обитованную землю царство божье мы ожидаем и просим тебя благослови и да будет наши сердца всегда открыто для тебя 2 для твоего слова чтобы его слышать понимать запоминать исполнить да будет имя твое благослови и отец и дух святой аминь